С праздником вас всех, дорогие братья и сестры, поздравляем с вознесением Господа нашего и Иисуса Христа на небо. И вот сегодня мы с вами совершали божественную литургию в нашем с вами рождественском храме под открытым небом. В этот день, как нельзя лучше молящимся на территории церковного двора, можно все вместе поднять глаза и посмотреть на небо, поскучать о Нем, вспомнить, что там наш Небесный Отец. Туда вознесся Христос, и когда возносился Спаситель к Своему Небесному Отцу, то тогда облако взяло Его, и ангелы явились в момент вознесения нашего Спасителя. И что интересно, что когда смотрели мужи галилейские на это вознесение, не отрывая глаз, ангел воспел и сказал, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, которого вы видите возносящимся на небо, придет таким же образом, как вы видите восходящим Его на небо. И это не просто слова небожителя, это благословение всем православно верующим христианам, что Христос снова придет и придет с неба. Не на земле будет возвращение Христа. Христос даже предупредил, если услышите, что там или здесь явился Христос, не верьте, потому что много лжи Христов придет, но наш с вами Христос как вознесся на небо таким же образом и возвратится с небес, но уже на суд свой, когда пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. И вот сегодня задавая себе вопрос, а каким же могло быть расставание с Господом? Мы с вами помним, особенно в нашем храме, мы с вами воспевали Его светлое несшествие, то есть сошедствие с небес. В день Его светлого Рождества мы пели, Христос рождается, славьте! Христос с небес, встречайте! Христос на земле, возноситесь! То есть горе имейте сердца! А вот теперь, после этого периода, когда Христос был так близко с нами, мы провожаем Его. Мы провожаем Его на небо, туда, откуда Он и не сшел. Он сошел с небес и вознесся на небеса. Он единый, который сшедый с небес, вознесся и сидит одесную Бога. Но разве Он отлучился от нас? Он сказал эти заветные слова «Я с вами» во все дни до скончания века. И таким, наверное, и только таким могло быть расставание радостным, когда не просто распяли учителя, не просто Он куда-то делся или куда-то уехал, и все о Нем тоскуют, а именно вознесся туда, откуда не сшел. Вот это и есть причина радости сегодняшнего праздника. Вознесение Господне. И мы, казалось бы, расстаемся с Господом. Мы провожаем Пасху, но она будет возвращаться к нам каждый воскресный день. И мы сможем с вами вместе, собираясь в Божьих храмах или вокруг них, петь эти песнопения, которые мы поем. Воскресение Христово видевшим, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Именно все верные собираются для того, чтобы прославить воскресение каждый воскресный день, а это уже в субботу вечером. И, дорогие, сегодня мне хотелось бы сказать вам еще о следующем, что для того, чтобы вознестись, Господь открыл нам с вами этот путь. Его не узнали ангелы. Ангелы, когда видели человека во плоти же человеческой, поднимался Христос на небеса. Кто сей? Удивлялись ангелы. Кто этот, который нарушает все законы? Законы духовного мира, устроенные в этой вселенной. Ангелы не знали этого события. А Христос поднимался, и ангелы воспевали. Сей есть Царь славы. Господь есть Царь славы. Он поднимался, и эту тайну нашего спасения он завершил. И оставил нам с вами свою церковь, сказав, церковь мою созижду, и врата ада не одолеют ее. Он оставил нам святое причастие, когда всех верных своих позвал, чтобы, соединяясь с ним уже здесь на земле, вкушать этот хлеб небесный, сошедший с небес хлеб, которым Христос будет питать до скончания века верных своих чад. Я сегодня хочу сугубо поздравить тех, кто причастил со святых, бессмертных, животворящих, христовых таинств этот праздник Вознесения со святым причащением, дорогие. С причащением небесного хлеба. И каждый, кто соединяется со Христом, должен понимать, что он не просто участвует в некоем таинстве, в таинстве, которое должно его преображать. Не от количества или чистоты причащения зависит наше спасение, а от того, насколько мы будем преображаться, изменяться, насколько не будем возвращаться хотя бы к тем уже исповеданным грехам, в которых мы каемся практически каждый раз на каждой исповеди. Давайте положим себе начало пути исправления нашего. Ведь именно за этим пришел Христос, чтобы исправить нас от греха, искупить нас своей смертью от проклятия и власти дьявола. Постараемся хотя бы несколько грехов, которые называли на исповеди, теперь не совершать. И это будет лучшим подарком к празднику Вознесения Господня. Постараемся, дорогие, помнить, что церковь это не просто здание. Это церковь Христова, которая основана Его приходом, Его жертвой, Его воскресением и Его преславным Вознесением. Для того, чтобы каждый, находящийся в ее лоне, а мы все чадо церкви, должны не забывать, для чего приходил Христос и для чего Он вознесся. Он вознесся для того, чтобы указать нам с вами путь на небо, что наше Отечество, где Отец, туда, куда вознесся Господь наш Иисус Христос. Поэтому будем скучать по небу, будем чаще смотреть на небо. И когда смотрим на небо, вот так же, как галилейские мужи когда-то стояли на Илеонской горе и смотрели, как исчезает с их духовных и физических взоров Христос, будем и мы стараться не забывать о том, ради чего приходил наш Спаситель. У царственного Соломона есть такие удивительные непонятия. Он говорил, три вещи я не могу понять. Корабля, его пути, которые идут по морю, змеи, которая ползет по камню, и не могу понять путь орла. И как говорит один из подвижников благочестия, святитель Иоанн Златоуст, этому гордому уму можно было добавить еще несколько путей непонятных. Как корабль в бурю или в шторм проходит и не оставляет за собой следа, человек понять не может. Так он и не может понять воплотившегося Господа от Пречистой Девы Марии, не нарушивший девство Святой Марии Девы, Пресвятой Богородицы. Это непонятно человеческому уму, как нельзя понять было Соломону пути движения корабля, который идет и не оставляет за собой след. Как нельзя понять путь змеи, ползущей по камню, так человеческий ум напрасно пытается понять, а как был отверст камень гроба Господний. Как тело Христово, вочеловечившееся, могло восстать из мертвых. Причем эта плоть, которую Христос преобразил, была вознесена на небо с плотью, спаситель вознесся и сидит одесную Отца. Как умом Соломона или человека понять эту тайну, которая явлена для нашего спасения? И как нельзя понять путь Орла, так нельзя понять человеку пути вознесения Господа на небо, говорит святитель Иоанн Златоуст. Давайте мы, дорогие, пытаться понять тайну Бога воплощения, но не будем забывать, что она остается тайной. «Нам открыт путь ко спасению, о котором сказал сам Христос. Я есть путь и истина и жизнь. Идите моей дорогою, и вы никогда не будете ходить во тьме». Я хотел бы, поздравляя всех вас сегодня, дорогие, сказать о самом главном пути, что это не просто путь по земле, этот путь к небу. Вот какую тайну открывает нам сегодня Христос. Путь земного бытия человека – это путь в Его небесное Отечество, где Его ждет небесный любящий Отец. Вот потому Христос и сказал, «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». И мне хочется в этот сегодняшний праздник закончить это поздравление словами нашего Спасителя, который пусть да услышит каждый из сегодня посетивших, пришедших или молившихся за этой Божественной Литургией или почитающийся праздник и любящий Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Он услышит в день Оный, которого никто из нас не минует, эти слова, когда перейдет по эту, по ту сторону земной жизни от нашего Спасителя. «Придите, благословенные Отца Моего Небесного, и унаследуйте Царство, приготовленное вам от создания мира». С праздником вас, дорогие! С Вознесением Господа нашего Иисуса Христа! Этот праздник имеет восемь дней попразднства, когда мы дома поем вместо Царю Небесной, сейчас Христос Воскресе уже не поем, а поем тропарь праздника, кондак, и перед вкушением пищи тоже прославляем Вознесение Господа и стараемся, сколько есть возможности, посещать храмы Господни. Слава Богу, потихонечку храмы не только открываются, но и наполняются народом Божьим. Я хочу еще раз напомнить, не бойтесь, братья и сестры, молитесь Господу, и Господь укрепит на всех путях вашей жизни каждого из вас. Мир вам! Божье благословение! Вам, вашим семьям, вашим детям, родным и близким, и пусть Христос, вознесшийся на небо, благословением своим благословит каждого из вас. Аминь.